Всем большой привет, ребята! С вами снова Настя, и вы находитесь на канале Анскулаймен. В сегодняшнем видео я вам покажу, что я привожу из Эстонии. Ну и немножко расскажу о новостях этого канала. Дело в том, что я поступила учиться в магистратуру, и поэтому, к сожалению, у меня будет очень много времени занимать именно эта учёба. Соответственно, мне придётся пожертвовать немного Ютубом. Тем не менее, я придумала, в принципе, способ, как всё-таки не забрасывать свой Ютуб. Конечно же, я решила делать просто в виде стримов уроки по-финскому. Так что, ребята, следите за стримчиками, а стримчики будут выходить каждую неделю и с какой-то темой. Иногда я буду делать даже видео просто в виде стрима, так скажем, да, не то, чтобы мы будем просто болтать обо всём, а мы будем разбирать какие-то финские фишечки, какие-то финские слова, ну и у вас будет возможность, конечно же, в стриме прямо напрямую у меня спрашивать. Ну а теперь к теме этого видео. Это, конечно же, покупки, что я привожу из Эстонии. Первое, я всегда люблю очень овёс, именно такой, какой он в Эстонии, и в этот раз решила привезти немножко другую кашу. Обычную я кашу привожу, которую можно просто по 10 минут варить. Очень люблю, в общем-то, вот первый раз вот такой фирмы, обычно другой привожу. Второе, я очень люблю травяные чаи, и в Эстонии это всё намного дешевле стоит, и это, в принципе, можно найти. В Финляндии с травами как-то намного сложно. Я привожу вот такой вот мятный чай, ой, что я говорю, липовый чай, очень люблю липовый чай привозить с собой. Соответственно, вот, а он, конечно, не так выглядит, он обычно в жёлтых таких коробочках, очень мне всё нравится, всё круто и здорово, в общем-то, очень вкусно, обожаю, ребята. И таких штучек я привезла, кстати, двое, один уже начала. Следующий мой фаворит из Эстонии, это Орбит, да, ребята, точно не ожидали такого поворота событий. Очень люблю эту жвачку, в Финляндии еньки как-то прилипают к моим зубам, и мне что-то всё не нравится. В общем, ребята, Орбит моё всё, очень люблю, и, соответственно, привожу просто по 5 банок. Сейчас я вам покажу. Вы бы видели, как на меня в Барселоне чувак смотрел, когда я просто 4 таких упаковки брала в аркиоске, потому что в Барселоне он тоже, оказывается, был. Вот, да, ребята, вот столько у меня Орбитов, замечательно. И ещё вот такой Орбит, классно! То, что сейчас не входит в видео, это я привожу творог и сметанку всегда беру с собой. Ну и люблю, кстати, сырочки, гладированные сырочки. Ммм, обожаю! Ещё новые какие-то нашла, какие-то латвийские, просто какие-то бомбические, со сгущёнкой. О май гад, какая вкуснятина! В этот раз в Эстонии я нашла просто какие-то прикольные чипсы. Причём в такой маленькой упаковке, которая вообще тебя абсолютно не обременяет. Посмотрите, какая маленькая упаковка чипсиков. И фигура нормальная, и чипсиков поела. В общем, такие три упаковки привезла с собой и очень рада. Дальше, что я люблю привозить из Эстонии, это вот такой вот кофейчик. Это Лёв Бергс, и можно подумать, что по-любому у вас в Финляндии это всё есть. Но это, ребята, не совсем так. Дело в том, что Лёв Бергс у нас действительно есть. Но вот этот кофе претси у нас точно нет. По крайней мере, я его не видела. Так что, ребята, люблю привозить именно его. Здесь, видите, двоечка, да, Роуст, поджарочка. А в Финляндии обычно с троечки начинаются, ну, либо зелёные из двойки. Это не совсем мой вариант. В общем, такие дела. Достаточно странная покупка в этот раз, но я купила клей. Ребята, клей! В общем, нашла такой классный клей в... По-моему, это был Риме. Да, ребята, это был Риме. И я привезла с собой клей. Не спрашивайте, зачем он мне. Ладно, ладно, окей. Для моих проектов, картинных проектов. Воу, yes! В общем, такой классный клей. А ещё, ребята, я люблю магазин Pepco в Эстонии. Я считаю, что он очень классный. И я привезла с собой вот такую вот тарелочку. О-май-гад, какая это красота, ребята! Вы знаете, это такая, значит, тарелочка с каёмочкой золотой и с точечками. Такой красивый стеклярус. Это же просто что-то с чем-то, ребята. В общем, представляете, я специально не пользовалась этой тарелкой, чтобы вам её показать. И зачем я взяла только одну, я не знаю. Надо было брать две. Но я почему-то взяла одну. Короче, ребята, тарелки просто бомбические. Следующее, что я купила в Pepco, это вот такие вот серые резиновые перчатки. И вы подумаете, нафига из Эстонии везти серые резиновые перчатки? Или вообще в принципе резиновые перчатки? Но, ребята, я вам сейчас объясню. Я очень визуальный человек. И я люблю, чтобы дома было всё красиво. Даже тряпки определённых цветов у меня. И даже резиновые перчатки. Дело в том, что в Финляндии как-то всё очень убого. В этом плане какие-то ярко-жёлтые, голубые, зелёные ребята. И они пестрят у меня там на кухне, на моей минималистичной кухне. Да, так вот, ребята, вот этот цвет будет... Это будет услада для моих глаз, ребята. Так что те вот синенькие пойдут на помойку, а вот эти красавчики пойдут украшать мою мойку. Супер, ребята, это реально просто находка. В Финляндии нет других цветов, я бы вообще чёрный хотела. Но, к сожалению, нет. Ну и последнее, что я привожу из Эстонии. Очень часто я люблю отпечатывать там фотографии. В этот раз это было не исключение. Соответственно, я привезла с собой фотографии, а также вот такие вот рамочки для фотографий золотые. Стоит просто какая-то там смешная цена евро 80. В Финляндии вы такое точно нигде не найдёте. Ну, если только в Русто. Ну и я люблю отпечатывать фотографии, как я уже сказала. Вот такая вот красота у меня здесь есть. Буду вставлять в рамочки для фотографий. Купила также вот такие маленькие, потому что маленькие я тоже отпечатала. В общем, ребята, всё супер и класс. А вот такие вещи привожу. Иногда семечки с собой привожу. В этот раз тупо забыла. Ребята, если вам понравилось это видео, ставим обязательно пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. Прокликиваем все ссылочки внизу. И, конечно же, пишем комментарии. Ребята, с вами была Настя Анскулайнен. Ждите новых стримов, финских уроков по финскому виде стримов. И не теряйте меня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok